Ёптель-моптель, я пока записывал, собственно, первое вступление, а потом я, значит, ошибся в словах, забурбулякался и пришлось перезаписывать данное вступление к ролику. Но вот беда, знаете ли, в чём? У нас кончилась батарейка в фонарике, поэтому теперь это вступление мы записываем уже не под красивые виды туннеля, которые освещались, собственно, для фонарём, а под виды вот кусочка калаша, его приклада, страшные звуки и какой-то бликующий свет вот там в двери в конце туннеля. Но, говорится, о чём вы хотели, мы сталкеры, ребята, к этому привыкшие. Так, ладненько, здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Найдгвард, это, ребят, собственно, новая серия модификации Exception. Продолжаем мы, собственно, искать этих немецких интервентов, в конце туннеля находимся уже сейчас, сейчас будет, наверное, у нас подъём и, собственно говоря, атака на базу долгарей, где будем пытаться спасти этих ребят, собственно говоря, от захвата этих же долгарей. И, наверное, больше по информации, по моду ничего не буду рассказывать, затягивать время, потому что, скорее всего, вы, если смотрите, то знаете. У нас пока что одна идёт линейка, это, как бы, всё одни квесты одной стези, поэтому ничего нового с прошлой серией не произошло. Вот. При этом, как бы, у меня есть всякая информация, которую надо донести сейчас до начала, собственно говоря, этого врыва в базу долгарей. Вот. Первостепенно, значит, я извиняюсь просто душевно, крайно, очень сильно от того, что было в прошлой серии по звуку. Действительно, я обосрался, посмотрел, собственно, сам потом запись. Это, конечно, фаталыч, потому что серия была очень хорошая, там было очень много шуток, и, конечно, часть из них, ну, скажем так, не то, что полностью было просрано, но их попросту не было слышно. Оказалось то, что я до этого, собственно говоря, игрался с системными звуками, ну, типа, с общими ползунками, не конкретно сталкером, а общими. И беда в том, что, видимо, когда ты вырубаешь системные звуки, а потом врубаешь, он, короче говоря, все плашечки, которые были, возвращает на 100%. Вот. И беда в том, что я обычно сталкер записываю где-то процентов на 65-70, а это, как бы, вернулось на 100, и поэтому сталкер своим звуком перебил, собственно говоря, мои разговоры, поэтому, да. Я видел на фоне, собственно, разных аномалий, там, шипение, не знаю, там, пердение кислотного, рыков мутантов, не было меня слышно. Извиняюсь, но, как бы, за нашу долгую 11-летнюю карьеру, собственно, видосов на ютубе, таких серий, наверное, уже накопилось сотня, где я, собственно говоря, не перепроверил, как говорится, не ощутил, не посмотрел, и вот, собственно говоря, ошибся. Поэтому, извиняюсь, серия реально была очень хорошая, но она, в любом случае, даже с тем звуком, который был, получилась неплохой. Там местами все равно были моменты, где в игре было тихо, я какие-то шутки проговаривал, там были моменты, где мы ползали по лестницам, не очень шумные, поэтому, в целом, говорится, все равно продукт получился. В этой серии, ну, опять же, с вашей стороны жду какого-то отклика, но я, вроде бы, все настроил хорошо. Тут просто, как бы, это нащупать вот так вот ежесекундно не получается, потому что, вроде бы, на фоне основной игры, да, наших движений стрельбы, я нормально был слышен. Но, видите, прощупать ситуацию со звуком на фоне, собственно говоря, вот этих вот скрипов аномальных, собственно говоря, взрывов и всего остального было невозможно. Так что пишите, ну, мы работаем. Команда Канала Дэйд Гварда работает над улучшением контента максимально, собственно говоря, и максимально быстро. Это, собственно говоря, первое. И второе, там написали мне комментарии, значит, особенно того, что я все-таки упустил один тайник в начале данного подземелья, там можно было его забрать. Я не забрал, как бы, хорошо. Я ваши комментарии, значит, прочел. Буду иметь в виду, сам туда не полезу. Ну, то есть, тут, как бы, ситуация вот какая. Мы и так собрали тайников очень много в данной подземке, и у нас так все хорошо. Тут сейчас проблема, скорее, у нас вторично с этим лутом. У нас первичная проблема, ну, очень у нас худенький рюкзачок. То есть, это все класть некуда. Нужны артефакты на плюс вес, артефакты, собственно, на, там, выносливость, потому что сейчас оно просто не влезает. Мы понабрали себе, как бы, пушек дополнительных, понабрали себе всяких там частей мутанта, и все. И ты уже упираешься, как бы, в килограммы. Поэтому сейчас еще и будет штурм баз долгарей, там тоже, наверное, будет какой-то лут с этих ребят. Короче, тайник не трогаем, я про него понял, я про него, собственно, услышал. Ошибся бывает, но это пока что вторично. Все, на этом болтологию заканчиваю. Напоминаю про ваши лайки, про комментарии. Это все чертовски важно. Каждый лайк, каждый комментарий, каждый колокольчик. И в телеграмм, вступление, вот, мы там, собственно, идем к заветной цифре. В тысячу подписчиков у нас там уже 700, если не ошибаюсь, 2 или 3, или даже 4. Возможно, именно ты будешь 705-ым. Так что вступай. Все, поехали, 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 еще раз поехали. Так, первостепенно. Батарейки. Вставить фонарик. Картинка появилась. Благо, нам, кстати, играть дали ТТКМ. Это вот тоже у нас проблема. У нас при походе, значит, в эту подземку кончилась вся вообще амуниция. То есть, все подошло к концу. Я рассчитывал, честно говоря, на подземку, ну, по типу той, что была в оригинале. ТЧ, да, то есть, она небольшая была, под агро. Тут оказалось какая-то скрещенное, чистое небо, плюс там, дополненное, собственно, разработчиками из СВ. И мы еле-еле проползли по этой подземке. Она была гигантской. Но, благо, мы в конце уже пути. Так что, все. Там, вроде, сообщение было в прошлый раз, что штурм начался. Так что, ждут нас. Поехали. Так, значит, пробраться через подземелье и очистить базу долго. Ага, ну, тут все просто. Крот, я на месте, твое сообщение принял. Все, понял, сейчас помогу вам. Так, ну, подождите, нет перехода. А, да я не пытался уходить. Куда мне выйти-то, подождите. Это вход, а там выход, правильно? Все, я пошел. Блядь, там что-то хера врагов. А у нас еще и перегруз адский. Я же сейчас бегать ни хера не смогу. Ребята, я ползу. Ёб твою мать. Не уб... Не, подождите, не убивайте. Не убивайте. Блядь, там нас уже потери нихеровые. Вон, желтенькие точки помирают. А я не понимаю вообще, где мы выползли, слушайте. А, так мы здесь, мы на базе. Это не та военная база, это левая, которая. Тихо, 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 тихо. А, это долгари. Это долгарь? Я не понимаю, это кто? Вот он, походу, враг был, да? Который вдалеке. Сейчас, секундочку, я бинтиков херну. Что-то я вообще не понимаю, что происходит. Подожди, секундочку. Ты кто, брат? Это долг, он мне враг. Ну, все правильно. Может, пока я, типа, не атакую первого из них, они будут нейтральны на карте? Я просто по карте ориентировался, как бы. А по карте, ну, ребята... Ну, нейтральны ко мне. Они наших всех, походу, задушили, пока я тупил там, пока вылезал. Интересное начало, конечно. Это еще и этот прикол с дождем тоже. Очень громким, бьющим по ушам. Походу, игра решила нас поддушить по звуку. Очень сильный, я так понимаю. Так, ну-ка, подождите. Вот, нейтралы врываются в базу. Это, походу, наши. Вот здесь парня убивает этот долгарь. Нет, это наши. Вот, наши врываются, это долгарь. Хорошо. Так, я захожу. Вроде бы это был враг. Блядь, нихера не вижу. Я еще передвигаюсь, как мышь. Пиздец, как же больно они кусают. Очень больно кусают эти ребята. А, ну все, все наши погибли. Подожди, все ключи крота, или крот где-то отдельно сидит? Наши все, наши все сдохли. Блядь, давайте, наверное, сейчас пока вот так сделаю. Надеюсь, это дело у нас не пропадет никуда. Потому что, ну, играть невозможно с таким пи... Пиздец. И у них. Спасите. Да, блядь. Хиляйся. Спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Это враг. Это враг был. Ух. Нормально, нормально, нормально. Жить будем. Блядь, врагов херова гора. 11 человек, блин. У нас не столько патронов. Давайте пересохранимся сейчас здесь. Они еще и... Они еще и бронекосюмок все эти засранцы. Засранцы. Но благо умирают хорошо. Ребята, что же вы так беспощадно, нещадно-то погибли? Патрончики есть? Спасибо. Вот я и остался один. Блин, а мы решили атаковать вот такую базу долго, где стоят вот такие ребята. Ветеран Гуревич. У которого, извините меня, бронекосюм долго, у которого здесь скелеты. Чел вот на самом деле профессионал, если что. Сержант Грица, это профи. Так, а это наши, собственно говоря, яровождь. Мне кажется, немножечко, немножечко где-то планка... Крота чуть-чуть буквально, понимаете, чуть-чуть дал осечку. Малеха. Что-то ребята не подрасчитали при атаке на базу. Кто там? Кто там крадется? Я жду. С первой, с первой вхлебало, видели? Но это уже реакция, слушайте. Это уже... Сука. А где она? Его даже не видно. Блин, друг, пожалуйста, подойди ко мне поближе. Но его просто там не видать. Кстати, очень важно сейчас себе трупы протыкать, потому что в модификации уклон очень сильный на тайники. Вот в каждом трупе есть тайник. А это как бы чертовски важно. Вот там тоже типчик есть. Блин, их все больше и больше, как бы уже семеро. А было шестеро. Они там, походу, где-то, не знаю, спавнятся. Там какая-то точка-точка прибытия долгая. Ну, в модификации, кстати, хардкорная тут, конечно, стрельба. Тут в этом плане прям тебя карают с одного выстрела. Хотя, как бы, враги тоже быстро умирают. Тут, наверное, какой-то уклон в сторону артефактов сделан. Судя по тому, что слотов очень много. Типа, обмажься этими пулестойкостью через артефакты. Будет тебе классно. А если не обмазался, то, как говорится, все будет очень плохо. Уражаясь с мутантами! Блин, вот он там падла, говорит, иду сбоку. С какого ты, сука, боку идешь? Слева или справа? Ты хоть сообщай информацию. Ёб твою мать! Там второй был, я видел, я видел, я видел, я видел. Фонарик, иди нахер, пожалуйста, вырубись. Все, отлично. Вдалеке был второй, видел его. Куда он делся? Выходит. Вроде выходит. Блядь, или не выходит. Свободные снижения! Ветераны и... МРАЗЬ! Вот тебе и вырублены фонари, как говорится. Парень выполз снизу, его даже не было видно, прикиньте. Так, ну осталось всего-навсего трое. Слушайте, уже такое. Причем двое вот так. Видимо, один находится в левой части сдалека. То есть, в принципе, нормально. Так, слышу там парня, который ругается. Говорит, ты труп! Бежит. Ну, они, благо, кстати, не секунды, эти ребята из долга прям, слушайте, решили давать отпор нам. Я только не совсем понимаю нашей команды. Тут я нашел наших два трупа. Два трупа и я, блин. Пока еще живой. Это мы решили атаковать базу долгарей, чтобы спасти своих солдат? Таким составом? Или там с той стороны еще есть наша, не знаю, какая-то вторая бригада. Просто на ходу, на бедре, на ноге чел выбегает, попадает. Буквально все мне вхлебало. Понимаете, все. Так, аптечка, рядовой колонтарь. Информация по ведьме, длина теней, саквояж. Спасибо. Мне нужны патроны очень сильно. У меня кончились патроны для калаша. Сейчас нужно калашики пособирать. Так, это тоже нужно. Тихо, 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 тихо. Та тихо, та ёпарас, это тихо, говорю. Да откуда? Он как будто прямо здесь, да? Оно, подожди. Не, он с кем-то, с кем-то стреляется. Там вдалеке, видимо, вторая группа есть. Может быть, там есть крот, хрен его знает. Блин, добей бы сначала всех, потом уже полутать, но не получается. Талкеры, ветераны и охотники. Так, тихо, тихо, тихо. А, вот, вот наши ребята. Вот они где были, вот они где были. Так, полковник Петренко. Ёб твою мать. Аккуратно. Да, наши, вон, наши походу есть. Тут наш какой-то парнишка повалил, он уже троих или четверых. Чё происходит? Видимо, всё-таки было две атаки с двух ворот. Я зря, кажется, над наших не поверил, ребят. Так, а это вообще, это вереск. Это же вереск, это вихрь. Блин, это хорошая пушка, но я пока скину её. А, видимо, наш один это пленник. Да ёб твою мать, откуда стрельба? Тихо. Это крот. А, ну крот бессмертный, его тут, походу, всех как раз-таки кошмарит. Всё, допрыгался. Ой, обожаю, когда в модификациях есть сюжетный чел, и он за тебя. А он бессмертный. Как же он тут всех, говорится, накуканил. Так, кровь камня я заберу себе. Давай, 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 крот, покажи им силу бессмертия. Чисто когда прописал строчки консольные, гац, и пошёл всех душить. Ну, молодец, молодец. Надо пользоваться, говорится, своими этими плюсами. Привет, дружище. Куда идём? Кого ищем? Ля, он ещё и по пути собирал маслины. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Маслинки он собирал. Кстати, в игре супер архиважно в этой модификации это патроны. То есть даже если ты не собираешь саму пушку, патроны с неё снимай, потому что потом пригодится. Так, это у нас вообще парень был в экзоскелете с РПДшкой. Вау. Она поломанная. Не буду собирать ничего, что поломанная, но потом хер починится. Очень дорогие починки здесь. Только через ремкомплекты. До сих пор ещё пока что не было ни одного... Тазобери Бизона. Ремонтёра. В модификации. Блядь, наступила ночь адская. Кстати, а мы врывались-то под ню. Нам бы врываться вот так вот, как говорится, под покровом ночи. Когда нас не ждут. Но, видимо, план был именно на мужика взять данную базу. Так. Ещё раз внимательно всех осматриваем. Значит, остался у нас, получается, крот, я и один этот... Как его? Заложник. Кстати, заложник всего один, хотя говорилось про целую группу вроде как. Поэтому сейчас, походу, будем расстраиваться мы от увиденного. Теперь из важных вещей забрать это всё, это сразу приговор мне по весу. Да? Причём такой лютый. Ай, блядь, лютый приговор. А что можно скинуть-то? Стоп. Нет, это враг. Всё, 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 всё. Поговори с серым. Это был последний, это был финальный. Теперь точно можно успокоиться. Так, костюм... Этот, скидываю, наверное, противогаз. Меняю на новые полностью. Вес, в принципе, стабилизировался. Можем пока... Не можем ходить. Так, ладно. Блин, кстати, вот эта водка, вода, она особо... Нихера не стоит. Я что-то особо ей не пользуюсь. Единственное, что минус радиацию снимает. Ну... Сейчас, с другой стороны, минус радиация в этой модификации... Ну, не так уж прямо плохо. А, подожди, у нас... Что-то, что это же было? Точно. Сейчас, секундочку. Сейчас, 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 сейчас. Я что-то, я же пока сменял этот. У нас сменились артефакты. У нас же был артефакт, вроде бы, на плюс вес, да? Радиация минус 30. Здесь плюс 5 килограмм веса. Да, 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 да. Подождите. Радиация минус 20. А, огненный шар, тормозите. Это не то. Где-то еще у нас был плюс вес. Еще плюс 3 килограммчика. Вот так вот. Итого уже все. Ходить мы не можем. А! Я их закинул в тайник. Ну, гений. Так, подожди, еще раз. Минус радиация минус 30. Плюс 5. И второй у нас граби, вроде бы, был. Итого вес стал шикарным. Все, теперь мы полностью можем работать. Блин, это, конечно, деньги. Ну, ладно. Моя жадность меня, видимо, сгубит. Это мое желание прям хамичировать по максимуму. Так, протыкиваем каждый труп. Воду пока брать, наверное, не стану. Но слишком много. По еде, кстати... Да по еде тоже нет проблем у нас никаких. Кстати, калашик у него. Почти целый. Но, но не целый. Здесь мне нужны, значит, патроны. Вот все, какие есть. Дроби, да, это все чертовски важно. По тайникам, вроде, больше нихера не было. А вот и появилось. На агропроме в цистерне. Спасибо. Так, новичок. Сержант прудов. А где же ваши пушки? А пушек, походу, и нету. Так, ну, видимо, это все, что мы могли собрать здесь. Да? Окей, крот уже вальяжно ходит, как на своей базе. Подумаешь, убили всех долгарей. Блин, там еще трупы остались, которые там. С его стороны, где он убивал. Тоже бы их отработать. Сейчас, возможно, какой-нибудь скрипт будет. И трупы поисчезают. Поэтому сейчас, наверное, туда еще сходим. В ту сторону. Или сохраниться, пойти поговорить, потом пойти за трупами. Раз уж мы здесь. Ладно, так и быть. Пойдем поговорим с пленниками. Потом трупы осмотрим. Блядь, да можно граммофон вырубить? Уже долг. Все, нет, его некуда вступать. Мы уже убили. Кричит и кричит. У меня уже уши устали. То тревога, то долг, то еще что-то, блин. То, не знаю. НРС, блин. То почки больные. То печень больная. То цистит, блин. Прекрасные новости. Так, по радиации все отлично. По хпшкам все отлично. В принципе, все прекрасно. Сработали на 5 с плюсом. Так. Я бы сказал, чисто визуально не похож на немца. Я просто эксперт по, так сказать, визуальным немцам. Так, а это ребята из долга, которых он, видимо, положил, да? Получили себе данные про студень. Это ребята из нашей команды. Богдан Бобер. Которых тоже всех положили, к сожалению. Не спасли мы ребят из группы, значит, с крота. Так получилось. Но спасли нашего бессмертного немца. Ну, давай говорить. Рожа, конечно, статная. Серая это. Ух, в черт возьми. Я уж с жизнью попрощался. Этот урод парней положил. Но мне удалось с ним разделаться. Ты с кротом? Да, я слышал, с вами в заложниках иностранец был. Где он? Его еще вчера отправили на базу к военным. Черт. Снова в пекло лезть. У меня тайник здесь есть. Сливаю тебе координаты. Спасибо за помощь. Пока. Так, ну... Давайте будем честны. Никто из нас... Чертов мегафон. Надо было его вырубить. Думаю, пули будет достаточно. Спасибо. Спасибо. А, нет. Это мысли. Я думал, что он вырубил его. Я думал, что это крот сказал. Слушайте, а это прикольная тема, что мысли персонажей, как говорится, с нами пересекаются, что, мол, достал граммофон, ебани его, блядь. Ну, это, кстати, правда. Так, я про то, что и мысли не закончил. Никто не рассчитывал здесь найти нашего немца. Я думаю, это было очевидно, что здесь, скорее всего, будет кто угодно, но не он. Так, я пока скину, надеюсь, это не позабирают. Я сейчас быстренько сметаюсь. Бля, надеюсь, не украдут. Сейчас я там проверю трубчики тех пацанов. И вернусь обратно сюда. Похавать. Попить. Ну, было бы слишком просто найти первую же зацепку первого немца вот здесь. Типа, раз, раз, и уже первый есть. Как бы, если есть первый, то это язык. Это можно разговорить, как говорится. Ну, и сами понимаете, там уже понеслась легкая. Уже, считай, квест выполнен. А мы так в самом начале, так что, ну. На это даже не рассчитывали. Так, парни, которых убил Крот здесь, с этой стороны. У него есть тайник про Припять. Ой, парень етить! У него МР-ка 153-я есть. Слушайте. Блин, ну это прям хороший аппарат. Это та самая Мурочка, которая 8 выстрелов практически, типа, без отдачи, там, без ничего в авторежиме по-страшному заливает. Сильное оружие, реально сильное. Я его обожаю. Оно обычно идет в модификациях, в обертке не такой, а в обертке... Как сказать? Черной? Пластмассовой? Или черное дерево, там, хрен пойми. Так, а у нас 133-я МР-ка, да? Более старая, которая после каждого чихпыхает. Такая пампушечка. Блин, нам бы, конечно, ее тоже продать. Но она хуже этой по всем статам. Особенно темп. Там, конечно, несравнимый. Ну, подумаем, подумаем сейчас, подумаем. Так, а вот они. Фу, я испугался. Так, перегруз теперь у нас есть, да? Перегруз. Ну, сейчас отбалансируем. Сейчас, сейчас отбалансируем явно тут. Тут есть, как говорится, чем поработать. Это очевидные вещи, что есть чем поработать. Можно покушать сейчас. Покушать орешки сейчас. Запить еще раз водичкой. И все, идти мы больше, как говорится, это. Точнее, идти можем. Проблем теперь с хождением не испытываем. Я понимаю, что я почти всю модификацию, всю игру пока что еле ползаю, как сраный хомяк, но... Давайте зададим, так сказать, зададим вопрос каждый сами себе. Смогли ли вы бросить вот так вот просто взять этот лут и пойти дальше? Мне кажется, что нет. Ну, как бы это же лут сталкерский. Тут тебе его дают, его очень много. Он ценный, уникальный. Я же не однотипные вещи подбираю. А разномастные, поэтому... Ну, как бы скинуть их не получается. Нужен просто торговчик на пути нам сейчас в нашем путешествии, чтобы с ним поторговать. Правда, скорее всего, беда сейчас будет вторичная у нас еще с тем, что будет поход сразу, наверное, на базу военных. А это как бы, ну, нам не сулит торговца, я бы сказал. Слово совсем. Так, оружие убрать. Спасибо тебе за помощь. Теперь сталкерам дышать, тут стоит много легче. Жаль, конечно, что генерала Воронина на базе не оказалось. Но хотя бы убит его зам, полковник Петренко. Как и обещал, отмечаю тебе безопасную тропу на свалку и все выходы-входы из подземки. Ну и награды за помощь. Есть еще вопрос. Не нужно на базу военных. Туда есть проход через подземелья? Есть, но он завален. Придется идти по земле. Раз уж у тебя есть интерес на этой базе, то могу предложить тебе помощь. Сами мы, конечно, сейчас сюда не сунулись бы, но раз такой профи, как ты туда идет, то грех упустить шанс. С того пойдет несколько наших групп. Будем считать это взаимовыгодной помощью. Ребята, конечно, безбашенные. Типа, оказалось, поначалу они нам прикидывали, что это просто группа сталкеров, такая невинная, да, что мы мышки такие. У нас просто человечка отняли, мы хотим спасти. А сейчас, слушайте, превратились из мышек в гиен страшных. Говорит, одну базу снесли, теперь, говорит, с нами можем снести и базу военных. Нихрена себе. Так, у нас, если не ошибаюсь, главный наш мотив, вообще главная цель именно этой локации был переход на свалку. Потому что мы поговорили с Сидором, и он сказал то, что бармен на свалке, там вроде в барахолке есть новый бар где-то в подземке, и он видел иностранцев, как было сказано, да. Нужно было добраться именно до него, до бармена, который на свалке обитает. И мы, собственно, проход получили. Подземка Агра, подземка Агра вторая. Хорошо, отправляю людей. А, то есть, все так просто? Просто захватываем базу военных и вылет. Так, вроде бы вылет миновал сейчас. Интереснее, конечно, было. То есть, просто диалог, захватываем базу военных, без подготовки, без ничего, мы готовы. Говорит, выделяю тебе свой отряд, мы идем воевать. А это точно просто бригада одиночных каких-то? Я не знаю. Потому что люди какие-то страшные попались. Так, аномальная зона, тайник, а где находятся? Заложники, захватить базу военных. Так и погодите. А, вот она, база военных. Типа, реально просто идем сейчас и базу военных сносим? Лоб в лоб? Что-то, ну, во-первых, ночь. Может, надо было до квеста поспать. Слушай, а что мешает? А там уже ребята пошли в атаку. Слушай, я, пожалуй, ребят этих, которые пошли в атаку, оставлю, наверное. Я сейчас посплю до утра. Ты не против? Там выброс произошел, я просто представляю. Одиночки, бригада, военные базу такут выброс. И до сих пор ебашутся. А, нормально, под пиво сойдет. Так, покушать плавленый сырочек, покушать, что там, орешки, попить водычки. Все великолепно, пусть ребята там развлекаются. Так, здравствуйте. Поторговать серым нельзя, к сожалению, это очень плохо. Я скинул часть вещей, кстати говоря, у нас, оказывается, сайгаж была, да, та самая, в которой мы ходили в подземку. Она, блин, стоит дороже еще пять раз, чем мрка. Но прикол в том, что я мрку просто обожаю по факту. Типа, она мне нравится гораздо больше, чем сайга. Я, наверное, пока здесь скину лишние вещи, которые не пригодятся нам в штурме. Но, скорее всего, они не пригодятся нам в штурме, поэтому... Хотя, вот, видите, наверное, можно с собой взять. Чтоб у нас просто не было проблем с перегрузом. Потому что, как бы, сейчас вот это вот маститься с перегрузом будет, наверное, не прикольно. Мы сейчас, наверное, здесь даже подскинем водочку свою, вот так вот сделаем. И мутантский щупальца тоже скинем всякие. По артефактам, как бы, тоже, наверное, есть смысл раскинуться. Сердце полтергейста 0,5 килограмм, 0,1, 0,9. Так, химзащита. Это все на выбор. Сюда водка. Сюда патроны ненужные. Сюда племотная лента. Сюда этот ствол оставляем. Пистолет. Этот артефакт скидываем. Вес стал 41. Сойдет. Так, делаем здесь отдельный, отдельный сейф. Чтобы, если нас игра наебала и забрали наши вещи с тайника, я им потом всем, как говорится, стал пиздюлей. Так, ну и все, еще поехали. По светлу, как говорится, по здорову, атаковать базу военных, которую уже прессует какая-то группа мега людей крота, просто мега крот. Ну давайте, давайте, давайте посмотрим. Мы просто в лоб атакуем базу, да? Может там, типа, маленькое было финансирование, и поэтому людей не так много. Так, я слышу крики. Там кого-то прикрывают. Но пока трупов не вижу, кстати говоря. Мне бы сейчас бахнуть энергия Тосика, было бы неплохо. Так, с какой стороны лучше заходить? Справа или слева? Мне кажется, справа там больше простора, и у нас такой калаш, что, типа, он там не очень сработает на дистанции. Надо поджиматься здесь, под вышку. Под вышку, под забор. Ты, типа, ааа, вот они, вот они. Ёп твою мать, там уже работают ребята. Тихо, 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 тихо. Да, 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 да. Так, на вышке никого нету. Там ёбаная гора трупов. Подожди, нихера не понимаю, кто меня гасит. Типов даже не вижу. Там ёбаная гора трупов на базе. Это кто это, наши? Которые одиночки? Так, минус один. Ага, меня убили с жопы. Прикольно. Подожди, вот это вот эта армия, которая лежит на базе, это... Сейчас, походу, будет жёсткая душка. Потому что я попал здесь, эээ... Блядь, как бы отступить успеть? Между двух огней. Тайо, ПРСТ. Херню, короче, сделал. Вместо того, чтобы выбрать одно направление, я зашёл сразу, так сказать, ну, в два, типа. В между булочья. Это нехорошо. Я просто ошалел от количества трупов, которые я там видел. Эта бригада крота ночью атаковала базу. Человек 20. Они сдохли все. Охренеть. Это, конечно, я молодец, потому что не поддержал их. Так, вот он, вход. Тихо. Дздец. Вот он даже не вышел из-под куста, но начал по мне стрелять. Этот парень мне очень сильно мешал с того захода, потому что долбил меня в спину. Ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Ушёл. Минус, красиво. Так, нет, мне нужны только патроны, 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 патроны. Лутаться будем потом, мне нужны патроны. Так, парни по длине идут. Есть, залетела ебала последняя. Хорошо, 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 хорошо. Слышу поджим сзади. Блядь, я по факту на самом деле опять с двух сторон. Они разбегаются на 360, эти гады. Они в одну точку не идут, понимаете? Тоже не тупые ребята оказались. Слышу, много движения. Много, очень. Тут ещё и заборная система. Пойди разберись. Вижу нейтрала живого. Пойди разберись, откуда они могут выйти. Локация-то, блин, переделанная. Так, ну по длине есть, походу, ещё человечек у нас здесь, да? Он с кем-то воюет. Бать, говорит, прикрой меня. Я даже не понимаю, с кем, но они с кем-то воюют. Так, без патронов скинусь. Вот, с кем он херачится здесь. У них с кем-то здесь заруба. Сдец. Мне нужна, мне нужна информационная помощь. Мне нужен свой личный разведчик. Тихо. Сука, ну был бы калаш нормальный, типа, с ивьём, с прицелом. Тихо, не знаю, каким-то там Акогом или Эотэчем. Сейчас бы просто двоих прожал. А так, видите, в перестрелке я проиграл. Типа, твою мать, там такие сладкие стоят ребята. Вот здесь прям сразу. А, ну в принципе, если давать ебальнички, то победа лёгкая будет. Но прикол в том, что как бы это Ксюха, у которой дисперсия просто ебанутая патрона. Невероятная просто дисперсия. Это вихрь, это вихрь, ребята, это вихрь. Вообще-то дистанция он не особо силён, потому что это ППшка. Но я думаю, этому военному насрать. Он меня всё равно изнасилует этой штукой. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Тихо, 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 тихо. Блин, нам бы сейчас похиляться, наверное, хотелось бы. Это ж не голова, правильно? Это не голова. Блин, там часть военных куда-то ушла вообще вглубь. Типа, вот этих оврагов. Аааа, они походу закусились степами с базы. С кротом закусились. Полковник Лукин. Так у него ВСС-ка была. Вау. Они закусились степами с базы, смотрите, с кротом и с этим серым. Нам повезло. Нам охуеть как повезло. Тихо, 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 родненький. Сейчас. Ёб твою мать. Аккуратно. Аккуратненько, говорю, аккуратненько. Бля, позиция, конечно, просто дерьмище. Я не понимаю, где враги. Вот там вроде наши стреляются, да? Ага, вот там парень с вихрем. Я чисто руку вижу его. Попал, ебало, есть. Лех. Блядь, какая-то странная перестрелка. Реально, без прицелов, без ничего. Вон, я вижу его возле бревна. Справа поджимается тип. Вроде бы поджимается справа тип. Прямо здесь слышу. Очень близко. Блядь, или он в казарме бегает. Система шагов очень странная. Точнее, система слуховых аппаратов моих. Нет, на базе кто-то точно есть. Вот он работает. Но я его не вижу. Это вроде бы далеко от нас. Ладно, возвращаемся сюда. На поле брани здесь. Тихо, это наш прожим, да? Блядь, еще и туман поднялся. Это вообще что за ужас? Я полностью дезориентирован, полностью. Это какая-то суматошная битва. При этом схлипают эти вот, которые, ну, усталость. Я слышу постоянные вокруг. Тут кто-то бегает, как, знаете, как мошкара. Ой-ой-ой. Нашел парня с вихрем. Пиздец, не... Там куст, во-первых, во-вторых, на дистанции ближней. Вихрь просто не перебить никак. Какой-то просто пиздец. Та ёбка, подождите. Вижу. Убил, уничтожил. Блядь, щел, да тебя даже не видно. Тормози, слышишь? Ну, это не честно. Это не по правилам. Это же не ум был, правильно? Есть ещё второй парень с вихрем. Ебало, есть. Есть. О-о-о-о. И всё, и всё. Ноль щелов осталось на карте. Ноль. Блядь, такая была группа. Они так грамотно шли. Типа, с троем. Два здесь по позициям за камнями. А двое прикрывались жопы. Просто так они шли красиво. И так в конце ошибиться. Это, конечно, ребятки вы, блин, ну. Они как будто шли не на меня. Знаете, загорелись на крота, что ли. И поэтому были дезориентированные. Так, ещё двое подошло. Хочется полутаться, но я пока не вижу. Лейтенант Орлов. Это Загороднюк у нас. Капитан. Кстати, тут даже у них есть пушки некоторые полуцелые. Они, наверное, пособирать будут. Блин, вот это, что они умирают, конечно, так странно. Вытянуто в лесу. Тяжело их лутать. Нужно сразу это делать. Иначе потом я просто потеряюсь. Потом просто трупы не найду. Блядь, близкий контакт здесь. Вижу. Первый, второй справа. Мне над ухом дал. Всё, красиво, красиво, красиво. Минус два, минус два. Блин, они, кстати, игры не знают. Это случайность или всё-таки что-то делали с этими? С мозгами в модификации? Они все, сука, двойками работают. Тупых смертей в соло почти нету, прикиньте. Прям умные битвы, я бы сказал. Почти тушена арма. Так, ещё нашёл тайники. Я поэтому же и лутаю ребят этих. У них у всех тайнички есть. Тайники чертовски важные. Основной лут в игре это тайники. Так, и труп был один, который находился снизу. Здесь я убивал парня, да? Который снизу лежал на полянке. Подожди. Это полянин капитан тоже тут у нас супераммуниции. Нет, один парень умирал точно снизу. Под пригорком, не здесь. Так, и крики до сих пор ещё сохранились. Вот он лежит. Он на карте не отображается почему-то. Видимо, по разнице высот. Это Гуревич, капитан. Что за пушка была у него? Битязь, который теперь не подымается. Нет, подымается. Каждый патрон на счету. Каждый, слышите? Да, и это Крот. Вот он вышел. Крот и его, собственно, напарник серый. Бля, использовал Крота, конечно, ребята, не по-честному. Но, с другой стороны, разработчик сам это допустил. То, что его неписи могут выйти с базы и пойти. И нарываться на зону Агро-Крота. А Крот такого не потерпит. Он уже одну базу снес. Ему вторую базу снести, шопить дать. Так, кузов КамАЗа, оружие. Кстати, это всё, это всё эти были Витязи. Ой, Бизоны. Я про вихрь думал. Просто такой залив страшный. Показалось, что вихрь. Бля, вот опять, вот опять битва. Нет, нет, какая локация. Похиляться сейчас, умру, блядь. Я типов даже не наблюдаю, понимаете? Даже не пахнет этими типами. Зато нас при этом валят только в путь. У нас ещё и Ксюха наша прекрасная, это... Так сказать, сильно истаскалась за время стрельбы. Прям сильная. Ну выйдет из кустика. Понял. Смелый мужчина, смелый. Вижу. Попал два раза, но не убил. Блин, ну, кстати, реально, короче, когда поднимаешься на высоты, теряются челы у тебя из видимости. Пропадают полностью. Так, забрать. Хорошо. Как что-то это вот стрельба... Слева? Да сколько у вас здесь? Да, да, слева тип... А, подожди, это крот подходит. Это крот подходит. Это наши, наши подходят, говорит. Дай прикурите. Я, говорит, обойду. Да, ребята, у вас большие проблемы. Если крот решил вами заняться, то уже все, это конец. Базу не спасти. Потому что крот не контрится от слова совсем. Так, без патронов. Так, этого паренька я ранил. Чисто патрончики и все. Братик, братик, тихо, 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 тихо. Тихо, не встаем, не встаем. Я сказал, не надо. Сука, что за прожимы через забор, я не понимаю. Бля, там дальше страшно идти. Там люди, которые через забор их уярят. Тайник прям на базе. Второй тайник возле базы. Боже. Слева слышу. Бля, на карте осталось два чела, а тут на базе какие-то движения ебанутые. А, так это наши, фу. Я уже все, я уже сел в кукошко. Это крот подошел. Вижу, вижу, вижу. Работаем, работаем. Все, он вышел сам. Он сам вышел, он подставился. Ему конец. Все, все, поговорили с иностранцем. Великолепно. Бля, ну, конечно, слегка бездумная миссия. В том плане, что... Ну, первый квест был безумный, да? Но он хотя бы был обоснованный. Что, типа, как бы эта группировка долг. Там прям даже было сказано по тексту, что военные за них не вступятся, за этих долгарей. Как бы у них чисто номинальный, так сказать, паритет, да? Содружество. Плюс мы атакуем там снизу, с подземок. Они атакуют в лоб. Короче, какая-то тактика была, какой-то план. На второй квест, видимо, разработчик решил, что да, хуй, забью. Прям вот сниму трусы, положу хуй на клавиатуру. Так и оставим. Просто атакуем базу военных. Ну, это, конечно, бесхитростно. Причем даже без поддержки, получается, крота. Только с поддержкой некой группы, которую он выделил нам. Но я ее даже не видел, этой группы. Что за группу он там выделил? Я знаю, группа стрелки. Никлбэк, металлика. Кого он там выделял? Тут никого не было. Я понимаю, что я поспал, как бы, до утра. Может, за это время реально всю группу уже растащили и, блядь, съели нахрен. То есть, даже не было трупов. Такое вполне может быть. Но слегка бесхитростный квест. Прям, ну... Можно было бы какую-то диверсию сделать. Хотя бы, знаете, подорвать забор. Чтоб войти в дырочку. Хотя бы нежданно, как-то так. Ну, ладно, ладно. Как было, так было. Зато у нас опять миллиард тайников мы понахапали. Часть из них находится на этой локации. Один здесь. Камази. Один здесь. Один здесь. Один здесь. Ёпы, РСТ. Мне торговчик нужен, на самом деле. У меня лута туда хера. Мне с кем обмениваться-то товарами? Вот в чем вопрос. Это-это все классно, как бы, да? Все прекрасно, но... Кому это все нужно? Так, калаш разрезите выбросить. А тут тайник находится где у нас? Не подписано? Хабар Лукина. Это... Который здесь был местный лидер, я так понимаю, да? Будет интересно, куда он запихал его. Сверху или здесь? Думаю, что сверху. Так, а радиолка рабочая? Нет, тайника нет. Чем, а для начала сходим по тайничку, потом к парню к этому вернемся. Ребят, у нас уже перегруз, даже сейчас, при том, что я скинул основную массу вещей на базе. Я там прям оставил огромный шмат просто этих шмоток. Гигантское количество. Мне нужны все дырки костюма и куча артефактов на плюс вес. Вообще, я могу пережить любые другие непотребства. Быстрая смерть от пулей, от разрыва мутантов, от аномальных воздействий. Нужны просто плюс килограммы. Так. Блядь, этажом ниже, что ли, был? Блядь, ну ты, конечно, и обманщик, брат. Ну ты, конечно, и обманщик. Я думал, что это комната лидера, как бы, но она будет здесь. Этажом ниже. Здравствуй, жопа, Новый год. Тут, конечно, Геркулес есть нехуевый, да? Но он работает 300 секунд. 300 секунд, это же крайне мало. Кстати, интересно, будет ли это тот самый иностранец? Или окажется, что это, не знаю, какой-нибудь поляк. Ненемец. А, так здесь тоже ни хера нету. Здравствуйте. Иди же, пассатижи, тормозите. Что, неужели крыша? А у нас подъем на крышу здесь есть? Это, конечно, круто. Калаш, буду ли я этот калаш чинить? Блядь, да, кстати, он уже почти по состоянию, как эта Ксюха. Хрен знает. На Ксюху не ставится ничего, да, у нас? Только глушитель. Блядь, мне кажется, Ксюху можно нахрен выкинуть. Этот калаш как основное оружие использовать. Возможно, я ошибся. Так, еще раз, подожди. А тут проходы наверх-то закрыты. А-а-а. Начинается поиск тайника, как говорится, игра. Подождите. Если не здесь, и не там, и нет подхода на крышу. Хабар Лукина. Братик, куда ж ты запихал его? Едит тебя. А-а-а, нихуя ты гений. Как это забрать-то? У меня столько пальцев не хватает, чтобы... Вау, пачка 10 тысяч долларов. Вау. Ночная звезда плюс пулестойкость. Ой-ой-ой. Слушайте, а командир-то долгарей. Получается, Эль Пиздоболло. Ну, в том плане, что долг же, он же обычно... А, это не долгарей, это военных. Все, моя теория рухнула. А такой был красивый разгон в мыслях. Ну, о том, что долг, конечно, против зоны, против аномалий, как бы. По идее, он должен быть против артефактов тоже. Тут у него в тайничке такая вот вещь, припятная. Но это же были военные, так что, скорее всего, все нормально. Так, да идем мы, идем, идем к этому парню. Подождите. Я стараюсь. У меня перегруз. Я еле двигаюсь. А на локации еще ебаная гора тайников. Блин, там, кстати, мы еще понаходили кучу тайников для локации. Вот, да-да-да-да-да-да. Вот он, лечейный рюкзак в деревне. Блядь, со старта буквально здесь тайник. Вот он тайник, вот он тайник. Блядь, может вернуться? Вот он-то ебать. У нас там сидер есть, там есть ученые. С ним можно поторговать, слушайте. Может, реально вернуться, сделать, типа, одну серию туда и обратно, к мечте? Так, ну смотрим сразу, смотрим. Иностранец или нет? Блядь, да какой иностранец, блядь? Что это? Это поляк. Шон, hi, my friend, thank you. Ты кто? Сразу перешел на русский. После фразы, ты кто? Говори, бля, голова. Нахуй, блядь, под затыльником удаешь. Все, 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 я русский знаю. А я Шон... Блядь, подожди, а можно диалог отменить? Нельзя, я хотел это, снести еманный громкоговоритель. Я Шон, сотрудник Таймс. Меня захватили какие-то люди, а потом передали военным. Я думаю, теперь меня наконец-то освободят. Но они стали меня питать. Они хотели получить за меня викуп. А вы кто? Томас, значит, англичанин. Не тебя искал. Сори, сори, Томас. Мне жаль, что ты не нашел, кого искать. Перед отправкой зоны, меня снабдит первоклассный меди-коммент. Почти все у меня отобрать, но кое-что я успею спрятать с хрон. Теперь он твой. Мне он не больше ни к чему. Понял. Всего хорошего, братан. Граница знаешь, где находится. Давай. Руки в ноги и пошел. Спасешься, блять. Будешь жить. Не спасешься. Ну, сори, как говорится. Так, опять был диалог про граммофон, кстати говоря. Это как главная фишка мода. Я с ним прям кайфую. Это вот, это сообщение про... Этот. Да накрою свой рот. Сообщение про граммофон. Это просто 10 из 10. Разработчик легенда. Не может быть! Я вижу на карте значок торговца. Подождите, мне... Мне прищудилось. Так, сейчас тогда можно забрать свою ксюху, получается. Тормозите. Я зря, получается, ее скинул. У нас торговчик появился. Разработчик не сумасшедший. Он знал, что игроки совсем охуеют к этой секунде. От количества лута. Так. Чтоб найти механика, было бы классно. Где я скидал второй этаж или третий? Вот она лежит. Забираем. Ой-ой-ой, братик. Ну, слушай. Тут лута, конечно... Ну, вряд ли он покупает поломанные пушки. Ну, хотя сейчас посмотрим. У него тут мутантских частей, ебаный миллиард. Нам бы сталкеров буквально, чтобы завезли. Просто обычных сталкеров. Я бы с ними поговорил. Поторговал. С журнала Times. То есть, это военкоры. Правильно понимаю? Это военный корреспондент. Который снимал здесь в Чернобыле какие-то происшествия. А что, какие-то происшествия были в Чернобыле, братик? Тут же вроде это куполом накрыли. Ну, когда вторую фазу. Тут все стало чисто. Чинарем. Радиации нету. Опасности нету. Так что... Не понимаю, зачем ты здесь нужен. Видимо, психопат. Хотел выслужиться перед начальством. Так, здравствуйте, товарищ торговщик. Это, по-моему, бармен. Да? Снегирь его зовут. Нееет! Это вообще не бармен. Вообще нахуй. АК-101. У него, гля, у него... Забыл название. Я не играл полгода в Тарков. Извиняюсь. У этого жопника есть название. У него прям бастион стоит сверху. Под речку. У него, блядь, на вид. Но это не РК-1. Короче, у него ручка, глушитель. Очень дорогое переднее цевьё. Тоже забыл название. Что-то оно... I-C-O-C. Короче, там есть какие-то 4 буквы. Это прям очень хорошая сборка. Гля, какие стволы. Экзоскелеты есть. Бронекостюм тяжёлый военных. Бля, у него поставки с военными. Японокочерыга. Так, ну он не покупает ни хера из поломанного. Правильно? Он берёт только всё целое. Хотя, вот видите, он покупает за 20 косарей. То есть, как бы, ценник немаленький. Сейчас, если принести свою Сайгу, продать её за 80, это... Это ж плюс лёгкие бабки будут. По патрончикам, кстати говоря. А у нас, кстати, патроны и пистолеты нам не нужны особо, да? Поэтому можем их продать. Кстати, игра ни до хера весили, ни хера не стоили. Я зря их таскал с собой. Мазь доктора! Это мы где нашли? А, это, видимо, я только что от него получил, да? Эти уникальные медикаменты. Уникальные медикаменты-то от него было получено. Так, ну он не покупает вообще ничего. Только вот оружейные штуки. То есть, ему продавать даже мутантские части нет смысла. При этом у него есть инструменты. То есть, можем некоторые себе пушки починить. Я бы, наверное, чинил себе условный калаш какой-нибудь. Так. Хорошо стал, брат. С ним поторговать нельзя, да? Надо сейчас куда-то... Это тень была или что? А, это отворон и тень. Ёбнешься. Так, а у нас сейчас по квестам что дальше? Дальше, типа, ты своеволен, да? Идёшь, как бы, на свалку найти группу. Ну, то есть, надо найти на свалку сейчас, чтобы найти, ну, ребят через бармена. Блин, ящик бы сейчас найти себе. Ящик, 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 ящик. Ну, чтобы скинуть лишние вещи, они не просрались. Или, ладно, оставлю там, наверное, может быть, часть в той базе. Сейчас посмотрим. Так, у нас здесь тайников нет. Тайники находятся вдалеке отсюда. Четыре тайника собрать хотелось бы. Ну, сейчас посмотрим, как оно ляжет. Надо сейчас, наверное, торговать на максимум. Вот прям на максимум того, что можем с ним торговать, скорее всего. Потому что таскаться вот с этим набором уже бесполезно. Кстати, вполне реально, что он, возможно, у нас купит нашу броню. Вот ту. Потому что она была не особо поломанная. Так, ну, у меня, конечно, извините, дорогие зрители и подписчики. Но у нас, как бы, какая традиция есть? У нас канал такой, что ленивый детстример. То есть я снимает весь контент. Включая, собственно, на торговлю. Нет такого, что я делаю вот так вот. Нихуя себе совпадение! Отлично! Прошел через ад в подземельях. Вынес перед мозгами кучу народу. А все ради спасения какого-то лондонского журналюги. Ладно, двигаю к бармену. И так кучу времени потерял. Я не про это имел в виду. Я про то, что щелкаю пальцами и уже показываю то, что я наторговал. Нет. Будете со мной вместе сидеть, смотреть, как я торгую. Так. Это здесь, значится. Это мы сейчас заберем. Сюда скидываю винторез, наверное. Что еще лишнее можно скинуть? Короче, можно пока мутантские все вещи поскидывать. Артефакты тоже. Потому что он их не берет. А вес они имеют нехеровенький, я бы сказал. Глаза плоти. Вот их бы лучше какому-то сталкеру впихать. Но здесь серый не торгует. А остальных нет. Вот и получается грусть печальная, да? У меня пока противогаз. Или нет? Хотя вдруг меня будет радиация душить. Короче, пока оставляю здесь. Побежали. У нас, конечно, Геркулес имеется. Подожди. Как будто по звуку уперся в эти... В калаш какой-то ударился ляшкой. Ляхой ударился в калашик. Так, ну здорово-здорово. Какие-то еще квесты у нас будут дополнительные. Квестов не будет. Ну, как разработчик сказал, здесь только основные квесты. Если подальше контента нету. Только основная сюжетная линия. Так, забираем. 63 килограмма веса. Бахаем, наверное, сейчас Геркулесика. Побежали сейчас раз. Блин, я бы хотел, честно, я бы вот реально Сайгу продал. МР-ку бы хотел подчинить. Вот буду с вами честен. Ну, это просто, так сказать, мой бзык. Я не любитель, короче, Сайги вот этих вот карабинов. Вообще они мне в душу не заходят. Так, а влезем ли мы сейчас с броней с этой? Или не влезем? Влезем. Все, тут у нас надо что-то еще забирать. А, Ксюху на продажу, если сдать, да? Чтобы остальное починить. Хорошо. Мутантские вещи пока скину. Опять же... А, я скинул, кстати говоря, свои эти артефактики. Да и хуй с ними, с этими артефактиками. Все, пошли. У нас, блядь, у нас время, время, деньги! Сука, все равно перегруз есть. Два килограмма у нас перевеса, два килограмма перевеса. Похавать, 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 попить. Все равно перегруз есть небольшой. Похавать, похавать, попить. Перегруза нету, великолепно. Все, бегу как стайр. Сейчас, прикинь, не купит ни хера из того, что я взял. Вот это будет, конечно, пиздец. Я вложился, блин, Геркулесом с единственным, который у меня был. Он сейчас, бац, и не возьмет. Вот это, вот это, конечно, будет расстройство. По-хорошему бы, конечно, сейчас собрать сначала тайники на локации. Там есть шанс, что будет, конечно, какое-то говнище в виде одной, там, одной штучки аптечки. Но есть шанс того, что там будет какая-нибудь дорогая пушка за 20 косарей, за 30 косарей. Она перекрывает все твои мелочи, которые ты таскаешь. Здравствуйте, торговать. Нет, покупает он и броню. И, значит, это покупает. И Сайгу берет за невероятные деньги. И нашу МР-ку берет. И ЮМП-ху берет. И Сиг наш берет. Блядь, да бери все, бери все, брат. И ленту пулеметную берет. Я ж не против. Ты бы знал, я только за. Бабах. Нету столько у него денег. Так у него же бесконечные деньги. Так, нужен, короче, прямой обмен, да, на что-то. Ооо, ребята, а на что менять-то, слушайте? Ну, я не знаю, по оружию меня мое устраивает, лишь бы его починить, честно говоря. Экзоскелет наемников 200 косарей стоит. По инвеси 4-го поколения, шлем интегрированный, переносимый вес плюс 50. У нас здесь... А, ну, слушайте, 200 косарей будет у нас, да? А, а как мне? Это ж тут не кнопка торговать. Бля, подожди, а ему можно, ну, по кускам продавать? Типа, там есть какой-то лимит у него, скорее всего, да? 40. Продали, хорошо. Сейчас, подожди, еще 40. А, все, все, победили, победа, 60. Все, 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 все. А, так это экза, подожди. Тут экзоскелет, это, это прям экзоскелет, типа? Шлем интегрирован. То есть это прям, я сразу сейчас покупаю максимальную себе броню в игре? Немножко странно получается. Чувствую я какой-то наеб. Подожди, а он с бегом или нет? Они причем отличаются, смотрите. А, они отличаются по типу. В одном шлем вес плюс 60, статы разные. Вот тут вес плюс 20 всего-навсего военных. Но у них инфракрасный сканер, который на карте отображать будет тебе всех врагов. Но это хуйня, кстати говоря. Мы и так врагов всех видим. Это как раз таки вот эта система, которая у нас на карте нету красных точек, нету противников. Если поставить себе инфракрасный сканер, на карте появятся красные точки. Но я и так врагов вижу. Типа, это не проблема. Тут шлемак интегрирован. Тут тоже шлемак плюс инфракрасник. Кстати, а этот дороже стоит. Переносимый вес плюс 50. Блин, сейчас надо сохраняться тогда. Вопрос только к бегу связан. Типа, если экза без бега, тогда нахуй она нужна. Если экза с бегом, тогда посмотрим. Опять же, что у нас здесь еще есть? Комбез ЧН-2. Ну, по ценникам и сориентироваться, то ты понимаешь, что экза самое сильное, что есть в игре. Единственное, что, кстати, по контейнерам. У нас вот здесь 5 плюс 2 контейнеры. Научный комбез наемников, это 7 контейнеров. Скорее всего, в экзе столько нету. А, там вообще 10. В чистом небе. Слушайте, у Чистого Неба самый охуевший... А он стоит 200 пи... Он самый дорогой. 250 он стоит от Чистого Неба. Оу-оу-оу-оу. Оу-оу-оу. 250, говоришь? Едит тебя за ногу. Блин, ну если сейчас тайники... Как бы потрогать, разбежаться, формануть. 250. Ну, давайте так. Сейчас первый вопрос, который мы решаем. Первый вопрос. Да? Можем ли мы вообще бегать в экзоскелете? Типа, любой берем. Давай, там, за 200... За 207 покупаем. Надеваем на себя экзоскелет. Да, можем бегать. Тогда, ребят, надо шкрепсти. Ну, то есть, это все. Это я покупаю. Это 100 килограмм веса. Для нас это оптимальное решение. Слоты там открываются. Тут, кстати говоря, у этого 4 всего. Навсего слота была. Но это хуево. Это наемников. Он сделан для того, чтобы воевать. У него удар 90, взрыв 90, защита. Разрыв 85, плюс только 85. Это, короче, для военных действий. Нам нужен такой, более... Оптимизирован, я бы сказал, по весу. То есть, чистого неба. Самый дорогой. Смотрите, костюм плюс этот. Это будет 20. Накопить нужно не так много, на самом деле. Типа, если продавать сейчас костюм. Вот этот, это 20. И шлемачок. Это нам выйдет во сколько? В 20. Это будет... Блин, слушайте. Да почти хватает уже. Даже не отходят кассы. Бля, можно, конечно, влупить сейчас на продажу мазь доктора. Но она какая-то, типа, сверхцелебная. Восстановление сил, радиация и на 300 секунд. Типа, это ультра-хил на 300 секунд. Слишком вау. Если продать все... Бля. Ладно, пошли побегаем. Я считаю... Я считаю, что это того стоит. Это, конечно, пиздец. Если посмотреть на карту, это пиздец. Сейчас будет душка страшно. Наверное, это я уже буду вырезать для вас. Чтобы вы тоже не ёбнулись. Да уж. Не совсем уж вас мучать. Сейчас, в принципе, по энергетосам, если будем бегать, у нас 5 штук имеется. То есть он так хорошо бегает. Сейчас бахаю энергетик. Все, оно не сбавляется практически. Побежали. Бля, ну это прям... Как сказать? Честно, честно вам скажу. Тут прям даже похлопаю разработчику. Он прям вот в пиковую точку вел этого торговца с таким ассортиментом. Я уже был в состоянии, когда у меня жопа горела. Ну то есть вот уже приближался к точке кипения, что да вы заебали. Я 3 часа играю, столько всего завалил, столько всего сделал. Ни одного торговца, что за дерьмо. И вот он в эту секунду вводит торговца. Это прям... Это мастерское, понимаете? Это вот, ну... Это как форхенд от Рафаэля Надали. Понимаете? С переводом на противоположную сторону. Это идеально. Красавчик. Так, тайники сейчас просто верим. Хотя бы в один тайник с оружием. Это все, что нам нужно. С любым. Блядь, собачки. Пожалуйста. Я, кстати, про это вообще забыл. То, что в игре есть еще мутанты какие-то. Есть еще зона. Что мы последние 3 часа воевали только с людьми, блин. Ой, там еще аномалия слева. Тут же аномальные зоны, кстати, еще интересные. Вот у ученых вроде бы есть... Здравствуй, усталость. Кончился энергетик. У ученых вроде бы имеются какие-то приборы. Устройства для этого всего. Для поиска более качественных артефактов. Здесь просто, опять же, ощущение, что артефакты... Ну, судя по слотам, это нечто невероятное. Кстати, по артефактам. Радиация, составляющие силы, максимальный вес. Дерьмо всякое. Так, лот номер 1. Кстати говоря, я вас, получается, обманул, так и не вырезал. Бежали вместе. Рука об руку. Как настоящие друзьяшки. Я страдаю, и вы страдаете. Все по-честному. Но это ради общего блага, чтобы вы тоже чувствовали напряжение, как я бегаю, чтобы потом купить себе охуенный костюм. Так. Здесь Дурбалай запихал тайник черт знает куда. Он сбивается, как в Жекане? Или нужно за ним лезть? Вопрос. Размечтался я, как в Жекане. Угу. Это же Жекан, да, модификация? Подожди. Ёб твою мать. Оооо, ребята, ну начинается самое вкусное. Блядь. У меня, кстати, почему-то еще здесь фпс просел. Тихо, 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 тихо. Ну это самое вкусное, блядь. Я это обожаю. Обыскай тайник. А че там в тайнике? Подождите. Блядь, у меня фпса не хватает, чтобы быстро прокликать. Ну пиздец. Туда точно можно залезть? Так, блядь, можно, 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 можно. Только надо сейчас не упасть, это очень важно. Можно. Залезть точно можно. Тихо. Так, ну слушайте, на самом деле, анабиотик 20 косарей стоит. Ну то есть это, по-моему, он покупал медикаменты, это тип. По-моему, покупал. То есть, в принципе, там, конечно, аптечки классные, но это все можно продать. В принципе, уже, уже как будто, это тайник, кстати, охуенный. Прям не прикопаешься. Это хороший тайник. Проверяем остальные. Сейчас, наверное, тут у нас будет все хорошо, я вернусь обратно и распродамся. Тебя два тогда потом заберем. Так, у нас здесь еще куча с радиацией. Ага, еще есть аномалиями. Великолепно. Чувствую. Ооо, но нет, но нет, но нет. Ну, ёпи, рейси, те. Ну, ляд, ребятки, ребятушки. Так, пиздец, как понос жидкие. Так, вы филигранная работа, филигранная. Вообще, без нервов, понимаете, на мужичка. Не засал, называется. Прочувствовал. От и до. С сих до сих. Так, в тачке или за пределами тачки? А вот по дир... А, в тачке. Так, это говно. Нет, ну это хороший бронебойный патри, как бы, да? Но по деньгам, возможно, не вывезем. Что, собирать два остальных, по кругу и возвращаться на базу? Блин, ну, видимо, придется чат терпеть вам вместе со мной полностью весь пробег. К сожалению. Так, у нас кончаются энергетики, как бы, да? И уже мы бегать нормально не можем. Это грустно. Блин, но все это в конечном итоге ради экзоскелета, я считаю, что можно и потерпеть. Ну, ради, ради такого события. Экзоскелет. Извините меня. Нам бы реально артефактов на выносливость, мне кажется, парочку бы долбануть. Мы же без перевеса бегаем, что-то я об этом не подумал. А, жизни! А что такое, подожди. А, радиация 68! Нихуя себе! но это кайф чё это кайф вот это сейчас конечно что-то я забыл что в игре даже нет визуального отображения радиации там пом нужен какой-то тебя детектор что билет дозиметр она даже не отображается на карте но визуально в принципе то что херово ты просто умираешь потихонечку и все блин кстати с другой стороне я ищу поводы как вас это подбодрить тем что мы бегаем мы локации это смотрим новые от ребята из смерти вопреки это же не совсем стандартная темная долина то среди какие просторы интересные я конечно в душе понимаю то что скорее всего ребяток ну это искать это голый голый набор локации я думаю ребята из смерти вопреки сделали бы здесь гораздо лучше террейн гораздо бы доделали лучше растительность более классные партиклы аномалии более новые добавили бы которые сейчас и современные с других модов с локацией бы заиграла окрасками но просторы конечно не банешься прям очень большие как будто нужна машина здесь там что-то хрюкало справа блин нам не хватит энергетиков он остался последний чтобы добраться народ на ноге так сказать до до конца до базы по диагонали буду лететь ёб твою мать здесь находится псевдо гигант а чем не его убивать то ебанешься блять ну поломанной мркой получается бля мрка просто я вот ну я поэтому хочу именно ее а не что-то другое а у нас патронов то подожди это все что есть это все что нас есть на мрку а так тайник слева можно забрать наверное минуя этого псевдо гиганта да это нереально будет убить блять как будто выбор собирается он еще так остановился и звуки пропали сейчас походу я наби анабиотик то всру свой да типа для того чтобы не сдохнуть что посреди поля нахожусь так братанчик успокойся тайничочек не видать я застрял камнях а вот он рюкзак для тайников и ломать мясо старения восстановление чего а здоровье радиация блин ну неплохие вещи обсказал неплохие наверное не буду его гасить я понимаю что это деньги как бы но мне просто банально нечему убивать так у нас перегруз появился ценные хорошо ксюху кстати говоря вроде не покупаю да он сказал что она слишком поломана он не берет ее уже реально скинуть аж мне было перегруза с этим калашом буду работать короче ксюш ксюш прости мр-ка просто охуевшая вы сами видели сейчас в деле ее эти первые ее выстрелы моща чувствуется сумасшедшая в ней просто сумасшедшая моща так докидываемся ой кабанчики здесь ребята ну я все я все понимаю но уже не хочется правда по-братски это ваша поляна вот ну даже не собираюсь здесь ни один грибочек трогать живите кайфуйте не знаю там ешьте спите размножаетесь я по другим делам так но мы там счастливом случится очень медикаментов получим себе доступ к за скелету на этом считай как будто игра в плане именно костюмов если в игре нету прокачки в виде этих технарей еще арты я понял я понял я понял здесь кстати говоря хотя вот есть вариант найти какой-то уникальный артера тайниках до который ты потом хер найдешь по ходу игры так ну есть конечно у нас здесь люди есть 5 6 человек это бандиты 10 человек куя себя базы бандитов нашел здравствуйте это завод который стандартный с лаборатории бля не 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 пожалуйста ща мы их я мимо шел я тайники собирал все я на базу я на базу ля они там сразу и хуя себе проснулись все сейчас конечно будет с их стороны ошибка если не пойдут за мной они придут по диагонали в сторону крота а он бессмертный там конечно у ребят шансиков уже не будет сейчас короче надежды получать только у нас на медикаменты то что мы сможем продать заполучить деньги так то хабарчика мы не подхавали к сожалению аномалии на локации тоже очень красивые но не знаю вот отсутствие краски именно в этом моде второстепенного контента про который разработчик сам говорил то есть тебя нет смысла вот так вот ходить плюс локации не то что огромные не 5 фатально большие так то если бы второстепенные квесты были там снести бандитов пойди там установи маячок аномалия наверно я бы поползал прям полностью по локации но будем ждать какой-то выход других модов на этом локационном паке я думаю кто то кто то уже что делает так ладно я вас пощажу здесь последний рывок я сокращу вас по времени блин кстати говоря понимаю снылся в голове то что если я сейчас реально вот захочу вернуться на первую локацию пока я здесь блин я вот думаю над этим просто у меня мутантских частей настолько много и артефактов что те ученые которые там торгуют начали они же ну это просто плюс миллиард будет я просто куплю себе все что захочу в игре абсолютно так ладно что можно ему продать бронебойные патроны такие патрон да он покупает анабиотик с 20 косарей таблетка cdf пси здоровья зажаление радиация остальные сил аптечки классные элитные наверное проще продать просто один анабиотик скорее всего я понимаю что он уникальный вся хуйня но короче продаем так этого нам нужно 249 немножечко не хватает брать бронебойные патроны ни хера не стоят при этом кстати они очень много весят правда это бронебойные патроны там аж потом приходится так ну давай тогда вот таких парочку вот так вот антипохмелин 200 рублей 251 чистого неба экзоскелет значится пнв шестого поколения блять шестого тут четвертого смотрите у него шестого поколения вес плюс 60 статы но просто классно эти посредние 70 60 почти все как пиздец и у него 10 слотов под артефакты так мне мы правда теперь на шкрептищу на ремонт оружие потому что мои стволы получается сейчас броню купил остальное не купил получается ремонт кипачом 26 тысяч это для брони а для оружия где 25 сука но неужели игра меня заставляет сейчас вне серии ну тут в принципе недалеко сбегает назад ну давайте я спрошу спрошу у чата дорогой чат жду в комментариях ваши вердикты в принципе бегать теперь я могу бесконечно мне вообще похую сейчас еще парочку артов на силу дамы я буду бегать бесконечно то есть побежим ли мы на предыдущую локацию чтобы поторговать с учеными это раз и и второе надо ли это для вас снимать это два как говорится жду ответы в комментариях на сегодня в этой серии все мы локацию агро дозавершили к сожалению это все было тень и так сказать неправда настоящие немцы на что впереди вот видимо эта информация получена от бармена на свалке а на сегодня все всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии всем удачки пока пока